Я хотел бы начать свое выступление со слов благодарности нашему земляку, украинцу, основателю компании Firefly, которая занимается частным космосом, Максиму Полякову, за то, что вчера он сделал пожертвование на фонд в размере 1 миллиона долларов, который будет направлен на гуманитарные нужды беженцев, на все те необходимые закупки, которые нам надо делать сейчас, в связи с тем, что Днепр превратился в гуманитарный хаб. Кроме этого, я хочу отдельно обратить внимание на то, что Максим не просто перечислил деньги в размере 1 миллиона долларов, а он дал согласие стать послом доброй воли Днепра и Украины на Западе и среди западного истеблишмента бизнес-сообщества и будет представлять наши интересы по моей просьбе, и будет обращаться в том числе к другим предпринимателям, для того, чтобы максимально быстро мы могли финансовыми средствами наполнить фонд, который открыт при ТАПС-Юкрейн, при Городском совете, для того, чтобы эти деньги были направлены на помощь всем нуждающимся. Далее я хочу сохранить небольшую интригу. Я веду почти 24 на 7 переговоры с разными лидерами общественного мнения на Западе, спортсменами, селебрити, актерами, которые тоже выражают нам поддержку, и кроме того, что они будут вовлечены в организацию сбора средств, в том числе они будут представлять Днепр, Украину, как послы доброй воли, в США, в Европе. Я думаю, что в ближайшее время, может быть даже сегодня, мы увидим обращение еще одного знакового человека. Сейчас мы окончательно уже финализируем наши договоренности, и это будет обращение не только на уровне Украины, а это будет обращение на весь мир. Давайте сохраним чуть-чуть интригу, и в принципе дальше, я думаю, это будет иметь уже характер снежного кома, то есть к нам будет присоединяться к этому комьюнити все больше и больше людей. Это первое. Второе, то, о чем я хотел поговорить сегодня, и донести до сведений территориальной громады следующую информацию. Вчера у нас было большое и очень обстоятельное совещание по всем вопросам с офисом президента, я имею в виду у мэров областных центров и у руководителей военных администраций. Обсуждались разные вопросы, но основной тезис, который хотелось бы сегодня довести до предпринимателей, до промышленников, до людей, которые создают добавочную стоимость, это то, что экономика переведена на военные рельсы, и огромная очень просьба. Те, у кого есть возможность начинать открывать производство, начинать производить продукт, начинать платить налоги, тоже касается предпринимателей, предпринимателей ФОПы, я имею в виду, то есть, и это касается в том числе и граждан, большая очень просьба оплачивать коммунальные услуги по мере возможности, кто это может. То есть, это должно стать добровольно-сознательным делом каждого человека. Поймите правильно, мы очень успешно отражаем агрессию наших врагов, но при этом, если экономика остановится окончательно, то есть, у нас не хватит никаких сил поддерживать вооруженные силы, поддерживать территориальную оборону, поддерживать огромное количество беженцев, поэтому экономику нужно запускать. И на тех территориях, особенно, где спокойно, где не ведутся активные боевые действия, большая очень просьба начинать заниматься экономикой. По всем остальным направлениям, ситуация в городе такая же, как и по состоянию на неделю назад, на две недели назад. Сегодня у нас будет три эвакуационных поезда. Я уже говорил о том, что, в принципе, количество отъезжающих, оно достаточно снизилось. В среднем, по нашим данным, это где-то 3 тысячи человек в день выезжает по железной дороге. Городские службы, коммунальное хозяйство работают в абсолютно нормальном режиме. Все уже видят о том, что город начали убирать от смета, от реагентов, которыми убирали снег. То есть мы вывели коммунальную технику на улице, начал работать зеленстрой. И буквально сегодня, вчера, мы уже приступили к ямочному ремонту асфальтного покрытия. Сейчас идет фрезеровка, наводим в городе порядок, в городе мирно, спокойно, хотя обстановка, естественно, напряженная. Поэтому, заканчивая свой брифинг, еще раз хочу повторить, все, кто хочет помочь вооруженным силам, в первую очередь должны это делать на своих рабочих местах, создавая добавочный продукт, платя налоги. Спасибо. У меня все.